Болезнь тела не особо важна, если сравнивать с болезнью души. Потому что крайнее, что может случиться, если болеет тело, это смерть наступает. А смерть наступит в любом случае когда-нибудь. А если у нас сердце больное, и мы уйдем из этого мира с больным сердцем, то там нас ожидают большие проблемы. Аллаху Таула говорит, В Ахирате рай и его блага будут для тех, кто пришел туда с здоровым, чистым сердцем. Самое главное, с чем пришел пророк, это, конечно же, вера в одного Аллаха Субханного Таула и благой нрав. Благой нрав – это то, чем возвысился наш пророк, аляхи саляту вассалям, и об этом говорит сам Коран, не священный Аллаху Таула. Великий ученый имам Газалик, когда саляту вассаляму в книге Ихау Аль-Улюмуддин, говорит следующее. Аль-Хулукуль-Хасану сифату саиды лимрусалин. Благой нрав – это качество сифат господина всех людей, нашего пророка, саляту Аллаху алейхи вассалям. Это самое лучшее деяние праведных людей. И благой нрав является половиной нашей веры. А плохие нравы, они являются ядовитыми, которые убивают нас на повал духовно, и которые нас отдаляют от Всевышнего Аллаха Таула, и которые нас включают в цепочку, в группу шайтанов. Плохие нравы, говорит он, являются воротами открытыми в ад, как благие нравы являются воротами открытыми и приводящими в рай. И когда мы видим, врачи стараются, чтобы лечить наши тела, хотя болезнь тела не особо важна, если сравнивать с болезнью души, потому что крайнее, что может случиться, если болеет тело, это смерть насыпает. А смерть насыпает в любом случае, когда-нибудь. А если у нас сердце больное, и мы уйдем из этого мира с больным сердцем, то там нас ожидают большие проблемы. Аллаху Таула говорит, В ахирате рай и его блага будут для тех, кто пришел туда с здоровым, чистым сердцем. Получается, для того, чтобы Аллаху Таула открыл для нас врата рая, необходимо, чтобы мы здесь открыли врата своего сердца благим нравом. Это взаимосвязано. И намного больше, чем мы нуждаемся в врачах, которые лечат наши души, наши сердца, которые исправляют наши плохие нравы на хорошие. Об этом говорит имам Газали в книге «Хаулюмуддин». «Счастлив тот, кто очился в свое сердце от плохих нравов, от ее пороков, от духовных болезней. Он счастлив». «А тот, кто забросил в свое сердце, не занимался его лечением и очищением, тот он потерпел убиток». Вот, к примеру, о каких нравах мы говорим, чтобы было понятно, к примеру, возьмем Аль-Кибру, Атакабру, надменность и высокомерие. То, что наш брат Абдуллах Хаджи говорил о несовлюдении правил дорожного движения, как раз таки является результатом надменности и высокомерия человека. Он на других смотрит сверху вниз. Он их не замечает, ставит их ниже себя. И что такое такабур в шариате? Вот надменность и высокомерие, какое мысль занимает в шариате? Имеется в виду среди плохих нравов. Алейхиссалату вассалям наш любимый пророк говорит, «Если в сердце человека имеется, как семена льна, настолько маленькая доля высокой миры и надменности, он в рай не войдет. Для того, чтобы человек попал в рай, ему необходимо очистить свое сердце от надменности и гордыни. Представляете, настолько работа над сердцем важна. Ибо мы хотим, чтобы мы в рай попали». Далее он говорит, Аллахиссалату вассалям. «И так же навечно в аду не останется тот, у кого в сердце хоть такое же малое количество веры». То есть для того, чтобы человек без наказания в аду, без очищения огнем вошел в рай, ему необходимо очистить сердце от высокомерия и надменности. А в каждом вот это ныр имеется, хотя мы не замечаем. Далее имам Газали говорит, Когда Всевышний Аллаху Таилы желает для своего раба добро хорошее, он ему показывает его недостатки. Это признак, когда человек замечает свои недостатки, это признак того, что Аллаху Таилы для него желает добра. Далее он говорит, «Есть четыре пути, чтобы человек узнал, увидел свои недостатки». Первое, это не первое, это первое, мы начнем с второго. Это иметь друга, товарища, который обладает благими нравами, который замечает твои недостатки и который на них указывает. Имея такого брата, можно с его помощью как-то стараться очищать от этих нравов, потому что он тебе сделает насыхат. Он тебе скажет, «Мой брат, у тебя горделивость зашкаливает, необходимо от этого отказаться». То есть наличие таких братьев, Умар, когда был халифом, он обращался за советом к Худайфату бин Ляман, потому что тот знал признаки лицемиров. То есть он использовал своих братьев, чтобы найти в себе свои недостатки. Но, к сожалению, таких братьев в наше время мало, потому что либо они даже то, что в тебе нет недостатки, видят, даже что у тебя нет, или же то, что есть, скрывают. Второе, это чтобы ты смотрел на твоих врагов, потому что вражеский взгляд замечает все твои недостатки. И все, что о тебе говорят твои враги, ты стараешься от этого избавляться. Еще другой метод – это смотреть на людей. То, что ты видишь в людях, недостойным, незменным, неблагочестивым, ты это в себе оставляешь, потому что люди обычно одинаковые, похожи друг на друга и имеют почти одинаковые нравы. И когда ты видишь в своем брате-мусульмане какой-то недостаток, знай, у тебя тоже это есть, и исправляй. Газали говорит, эти методы полезны для того, у кого нет шейха. А если он найдет шейха, тогда самый лучший вариант, чтобы он находился рядом с шейхом, который знает эти недостатки и который на них указывает. Ему необходимо, чтобы он сделал хакимом над своими норовами этого шейха, то есть, чтобы он принимал то, что ему сказали шейх насчет его нраву. Вот так бывает мурить со своим шейхом учеником. Поэтому самый лучший вариант, если мы найдем шейха, который наставит нас на правильный путь и который поможет нам очищаться от этих качеств, плохих нравов. Вот это называется исламе тасавуф. Тасавуф это способ достижения ихсана. Как фикхи является способом достижения правильного исполнения намаза, к примеру. Без фикхи намаз правильно не совершаешь, не совершишь внешне. как акида правильно иметь убеждение об Аллаху точно так же алими выделили науку иссана тасавуф. То есть тасавуф это наука, которая учит человека бороться со своими пороками и плохими нравами. Вот этот тасавуф для этого призван. Поэтому имам Вазали говорит, каждый человек, который имеет духовные болезни, а каждый их имеет, потому что кроме пророков остальные не защищены от грехов. Поэтому каждый человек, который имеет духовные пророки и болезни обязан стараться лечить эти болезни. А самый лучший способ, как он здесь перечислил, это найти правильного шейха, который тебя исправит. Дорогие братья, для того, чтобы мы достигли искренности Ихляса и Ихсана, нам необходимо, как ученые говорят, поступить на путь от асавуфа. Это одна сторона. Имя Муриды достаточно, думают они, нет. Мурид, он должен на своем примере показать, насколько он изменяется, насколько улучшаются его нравы. И когда мы называем себя Муридами, не исполняя то, что нам поручил наш шейх, не соблюдая адаби тасавуфа, просто называем Муридами, ведем себя как попало, и смотря на нас, не Муриды говорят, зачем нам такой арикат. Точно так же, как поведение мусульман, плохое поведение мусульман, смотря на них, неверующие говорят, зачем нам такой ислам. Вот сколько взрывов были, теракты были, смотря на них, неверующие люди разве примут ислам, они скажут, зачем нам такое насилие, нам ислам не нужен. Вот точно так же, смотря на поведение некоторых муридов, мусульмане могут на арикат посмотреть негативно. Поэтому, дорогие братья, тот, кого Аллаху направил, наставил на пути тасауфа, он должен понимать, какую ответственность он несет на своих плечах, потому что он может стать причиной, чтобы люди на арикат смотрели негативно. Еще один момент, можно ли дать оценку тасауфу, смотря на поведение муридов. Если скажут да, то есть, если мурид плохой, значит арик тоже плохой. Тогда надо сказать, смотря на мусульман, можно дать оценку исламу. Если мусульманин совершает грехи, если он поступает неправильно, ислам тоже плохой. Так не бывает. Мусульманин это не ислам. Ислам мусульман мусульманин. Если он соблюдает ислам, тогда это да, а если не соблюдает, это его вина. Точно так же, если мурид не соблюдает адабы тасавуфа, это не тасавуф виноват, это виноват мурид. Поэтому, дорогие муриды, которые Аллаху отправили на путь тасавуфа, старайтесь, чтобы наше поведение притягивало других в этот путь. Пусть Аллаху дает нам понимание истины и следование Ассаляму Алейкум рахматуллах и баракату.